Привет, меня зовут Анастасия Дакова, и я толстая, жирная, массу набирающая, или еще что-то. Все, что вы хотите обо мне сказать, это все я. И я единственного не понимаю, почему в 2023 году женщину хейтят за то, что она набрала килограмма. Да сколько бы я ни набрала, 10 килограмм, 120 килограмм, это мое тело, это моя жизнь, я имею право набрать столько, сколько я хочу. Но почему те же женщины, которые, или там мужчины, печатают это, выносят на массу, кто-то это лайкает, кто-то это удивляется. Я правда не понимаю, не понимаю, почему мы так к себе относимся, почему к нам так относятся. И в общем, я хочу сказать, что не переживайте, не вы только толстая, и я тоже толстая. Поэтому, хотя нет, я классная. Увидел это видео в Телеграме и вспомнил наш разговор с Седоковой. Десятилетней давности, как раз про соцсети. Сессия, про которую пишут, что она наделала много шума, или она действительно провокационная, такая она а-ля лесбийская в легкую. Ну вот, вот это вот вы как же дурачились или пиарились, скажите. Вы поймите, что слова пиарились, так как, знаешь, я вообще про социальные сети могу долго говорить и люблю это делать. Долго нас пять минут осталось, поэтому надо быстро тогда говорить. Слушай, я люблю свой Инстаграм, следуя за мной, Анна Седокова, там, я люблю свой Твиттер, Анна, нижняя площадка Седокова. Я не делаю ничего ради пиара, я живу. И поэтому, может быть, зрители интересны, поэтому у меня огромное количество фоллоуэрс, да, потому что я делаю... Где больше всего? Больше всего в Твиттере, 270 тысяч, и в Инстаграме, я один из самых больших, наверное, Инстаграмщиков. Здесь, ну, я чувствую и делаю. Я не думаю, значит, я сейчас выложу фотку, делаю там, я могу, конечно, управлять какими-то вещами, я не буду вам говорить. Там, иногда я там, там, что-нибудь там делаю, какие-то там резкие поступки. Но все, что вот это, это мы просто ехали, мы ехали на концерт, мы дурачились, мы, значит, кто-то сфоткал, мы выложили там, там. Понятно, что мы выбираем фотки, чтобы не особенно страшненькие были, это правда. Ну, вы не можете быть по определению. Есть, конечно, бывают случаи, но опять-таки, ну, нет, ну, я не делаю ничего ради пиара, друзья. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.